привет всем электрик на канале так сегодня будет довольно шумное место потому что есть очень мощная вытяжка фильтрация воздуха сегодня я хочу начать такой сериальчик по изготовлению нужных химических веществ если доступно некоторые количество других веществ но нет какого-то конкретного я вам буду учить как изготовить из того что вам есть что-то то что вам нужно вот на данный момент у меня была просьба показать как я могу сделать йодид калия в сухом виде чистым вот это будет как бы начально первая серия йодид калия для этого нам нам нужно в принципе обычная колбочка мы ничего не будем взвешивать потому что здесь будет нужно будет подобрать с количеством и имеется кристаллический йод здесь килограмм чистота я знаю может быть чистый может быть кача и у нас есть гидрогискалия это есть чистое вещество это не самое чистое но очень чистая можно сказать так сначала мы насыпаем колбочку гидрогискалия и потом добавим немножко немножко воды а гидрогискалия довольно гидроскопичное вещество легко абсорбирует воду и влагу из воздуха если держать в открытом состоянии она станет мокрая липкая и и вот здесь насколько я пользуюсь она уже наклебала влать влаги и она становится липкая очень работая с такими веществами как гидрокиснатрия гидрокискалия надо иметь осторожность потому что они очень сильно коррозионные вещества и может получить сильные ожоги на коже и я вам рекомендую использовать сперчатки и обязательно обязательно очки так ладно я здесь насыплю и продолжим так насыпали гидрокискалия если она она уже почти за 2 минуты уже наклебалась влать что она начала даже сама себя растворять Но мы добавим немножко воды дистиллированной, совсем немножко, чтобы только она растворилась. Так как ядит калия, очень сильно растворяется в воде, даже при где-то нуле градусов он может растворяться в полтора килограмма на литр воды. И около 100 градусов Цельсия, там около 2 килограмм на литр. Так что его кристаллизировать холодом это не получится, но его можно выпарить. Так, сейчас, пусть он не растворился полностью в воде, мы можем добавить йода туда. Так, почему я говорил, что нужно очки? Так, я вам могу показать, у меня есть вот такие обычные пластиковые очки. Иначе иногда бывают всплески всякие, не то, что там посуда лопается, но брызги. И никакие деньги не стоит потерять зрение. А иногда есть такие сильные челочек, они очень быстро используют глаза. Так, так же, говоря про йод, всегда с йодом надо иметь хорошо вентилируемое помещение или вычижку. Или надо использовать какой-то противогаз. У меня есть конкретно вот такой. Обычный, 30 долларов стоит. Углефильтры с амьяком зашитой. Так, ну вот. Если кто-то не знает, какой выглядит йод, ну, очень похоже на графит. Можно сказать, такой блестящий, как металл. Тяжелый, такими кусками, похоже на уголь каменный. Так, ну вот. Засыпаем его внутри. Где-то, я знаю, что вот, где-то вот так. Такие две неполные ложки. Сразу можно засыпать. Йод очень коррозивный. Руками никак, в каком случае, не трогайте его. Он вам пальцы обрежет. Даже такую ложку из нержавейки он погрызет за пару минут. Так, как она валялась на улице 50 лет. Так, ну вот мы можем здесь наблюдать. Появляется такая желтая жидкость. И никакого такого, якобы красного, как бы похоже на йод, мы не наблюдаем. Практически за пару секунд можно наблюдать, как йод весь растворяется в челочек. На данный момент происходит реакция образования йодита калья. Но так как присутствует гидрокисин калья в избытке, он кристаллизирует йодит калья как бы в осадок. И он делает этот насыщенно-желтый такой сироп. Внизу можно наблюдать, как появляются такие красные, как кровь, сопли. Это когда вот растворяется йод, он как раз растворяется с образованием йодита калья. А йодит калья очень хорошо растворяет йод. И здесь, в принципе, нам надо добавить йод до тех пор, когда мы увидим оранжевую окраску. Это будет значит, что весь гидрокисин калья выработался и в реакцию вступает уже йодит калья. И когда йод растворяем в йодите калья, мы получаем очень тёмно-красную жидкость, похожую на кровь. Йода можно очень много растворить. Где-то около 600 граммов йода на 1 литр. Если там присутствует 600 граммов йодита калья, там получается такая очень сильная тяжёлая жижа. Так, если йод растворился, мы добавим его ещё. В этом случае мы должны увидеть цвет такой, как морковный, оранжевый. И полностью весь йод должен быть растворённый. Тогда мы прийдём к второй фазе экспериментов. Вот мы видим, как уже цвет сильно меняется, потому что, можно сказать, йода здесь слишком много. Весь гидрокисин калья изработался. В этом случае главное у нас добиться, чтобы не было никакого лишнего металлического йода. Его нельзя называть металлическим, хоть он и выглядит как металл, потому что это галоген, он не металл. Здесь на стенках можно наблюдать один феномен. Сама жидкость красная, но здесь образуется белый, белый налёт. Здесь кристаллизируется йодид калья, и он уже сухой. И йод, который здесь свободный, он просто испарился. И вот это будем делать. Мы будем его ставить на плитку и выпаривать одновременно воду и сам йод. И в результате мы должны получить абсолютно белый, как снег, порошок сухой. Так как йодид калья не абсорбирует воду, влагу из воздуха, он может быть сухой довольно долго. Так, ну вот, в этом случае, если есть очень много йодов, мы можем сделать тетрирование, добавить немножко-немножко гидрогискалия. До тех пор, пока уменьшится количество йода и превратится йодид калья. Вот это мы и сделаем, и я уже сразу приступлю к выпариванию. Поставили мы на плитку, и видим раствор слегка-слегка такой оранжевого цвета. Можно было бы ещё довести очень минимально жёлтого, но там есть опасание, что может остаться свободная гидрогискалия. А нам нужно чистый йодид калья, потому что йод сам улетучивается, и его там, в принципе, не будет. Так, здесь 100, да, немножко больше 100 мл жидкости, и мы наблюдаем, что уже есть белый осадок на дне. Вот это есть йодид калья, потому что его здесь получится прилично. И мы это увидим, когда эта жидкость, ну, хотя бы три раза выпарится, мы увидим, что там будет. Здесь видно, как йод по-быстрому нанёс такие пятна на ложки. Он буквально растворил этот никель железом буквально на воздухе. Так, ну вот, раствор очень хороший. Он уже, можно сказать, уже горячий, потому как видно, улетучивается йод. Он стал совсем, совсем такой жёлтенький. Ну, 30, пока ещё только 30 градусов, но для йода 30 градусов, это он успевает за пару минут уже выйти. Так, короче, йодид калья, температура плавления около 600 градусов. Мы можем его греть при 100 градусах и не бояться, что он испотится. У него нету такой термальной разложения температуры, и мы его не сможем даже расплавить. Он у нас будет как сухой, сухой остаток, кристаллический. Обычно мелкокристаллический. Но при этом нужно хорошо мешать, чтобы он не стал просто как бетон, и потом будет трудно его оттуда выковырить. Но если его подмешивать, эту кашу, она будет красивая такая, мелкая кристаллическая субстанта всё время. Так, хорошо. Будем выпаривать и посмотрим, что мы получим в результате. Кристаллизация уже завершается к концу. А вот такие блестящие кристаллики уже выпадают. Температуру лучше не превышать 60 градусов, так как выпрыгивает, потому что образуется корка, и она выпрыгивает жидкость, и это не нужно абсолютно. 60 градусов хватает, чтобы его выпарить. Она может выпариться и сама по себе, если оставить в тёплом месте где-то. На солнце, например. В принципе, через 10 минут, можно сказать, влага вся уже будет испариться, и она будет сухая белая масса. Я всё время так как немножко подмешиваю, чтобы мелкое зерно образовалось, чтобы не вырастали большие... Ну и, в принципе, большими кристаллами никакая проблема. Ну и раствор уже нагрелся, так как жидкость становится меньше, и вообще она уже к 80 градусам поднялась. И при такой температуре очень стремительно испарается жидкость. Буквально она уже, момент, импозит сухая. Немножко осталось в колбочке, но там она сразу высохла. Ну вот, так мы с обычного кристаллического йода и гидрогискалия создали йодиткалия, который в дальнейшем мы будем использовать для создания золотого растворителя. Ну, уже почти застыло. Немножко-немножко жидкости ещё осталось. Уже масса становится очень густая. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. И до следующего раза. Спасибо.